МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами облетаем еще одну машину вьетнамской войны. F-100D SuperSaber. Так уж исторически сложилось, что наш сегодняшний герой оставался в тени своих более именитых коллег, а именно Тандер Чифа и Фантома. Но, несмотря на это, машина остается достаточно интересной и знаковой. И даже в нашей игре, учитывая непростую ситуацию, она еще кое-что доможит. Ну что ж, усаживайтесь поудобнее и полетели. Прежде всего надо отметить, что раньше, когда рандомно селяли в основном Миги-19 и Суперсейбры, жилось намного интереснее и проще. Наш сверхзвук действительно был нашей визитной карточкой, палочкой-выручалочкой, ну и вообще вещью очень-очень полезной и напрягающей всех остальных. Но после того, как в небе в Артандер появились Миги-21, Фантомы и Лайтнинги, ситуация поменялась, и вот уже Охотник стал жертвой. Теперь наша максимальная скорость на фоне топовых самолетов смотрится бледно, это во-первых. Ну а во-вторых, на больших скоростях Суперсейбр становится просто неуправляемым. И если по вам пустили ракету, скорее всего она вас собьет. Так что же делать, спросите вы? Конечно же вести маневренный бой, всячески уворачиваться от атак оппонентов и пробовать навязывать им эти маневры. Очень часто Фантомы идут в маневренный бой, где у них нет яркого преимущества, в отличие от вас. То же самое касается Мига-21 и Лайтнинга. Но все-таки о скорости. Без форсажа мы выжимаем у земли 1132 км в час. С форсажем 1209. Отдельно надо заметить, что перешагивая отметку в 1800 метров, машина переходит на сверхзвук. Флаттер у истребителя 1290 км в час. Разгонял до 1330, ничего не поломалось. Замечу, что на больших скоростях, 1100 и выше, машина очень плохо водится из пикирования. И в маневрах на малых высотах нужно смотреть за землей обязательно. Ну и если так сложилось, что вы уже несетесь к земле, пытайтесь убирать тягу и выпускать воздушный тормоз. Возможно, это вас спасет. Нагрузка такая же 1290 км в час. Как бы я ни пытался, отрицательные положительные перегрузки максимально не сломали птичку. Это радует. Маневренность относительно топовых машин у нас присутствует. Но тут важно отметить еще и диапазон скоростей, на которых мы себя вообще замечательно чувствуем. Это от 550 до 800-850 км в час. Где-то так. В маневрах также учитывайте и тот факт, что при отрицательной перегрузке наступает топливное голодание. Топливо не поступает, двигатель глохнет. Ну и дальше это может выйти вам боком. По скороподъемности мы уступаем топовым машинам. И тут возникает вопрос, как играть. Лично я для себя выбрал тактику по низам. Взлетаем, набираем скорость по прямой, высоту метров 700-900. Ну и дальше готовимся встречать. Как правило, основная часть идет выше вас километра на два. Ну и у вас здесь есть некоторое преимущество. Вы можете наблюдать, что они делают. Если там наверху затевается маневренный бой, вы можете задрать нос и отработать что курсовым вооружением, что управляемым. Скорость клена у нас достаточно хорошая, но опять-таки только в диапазоне от 500 до 800-850 км в час. Дальше уже начинаются проблемы. И чем выше скорость, тем больше этих самых проблем. Лимиты по закрылкам. Боевые имеют ограничения в 600 км в час. Взлетные где-то 560. Ну и посадочные 410 км в час. И тут надо пояснить, что в маневренном бою против топовых машин, а мы только с ними и воюем, нам закрылки не нужны. Если мы выдерживаем оптимальные скорости от 500 до 850, то там и так все хорошо получается. Ну и наконец вооружением. Курсовое у нас просто шикарное. 4 20-мм пушки М39А1. Боекомплект 800 снарядов. Скорострельность потрясающая. И у меня боекомплект моментально вылетает. Ленту я использовал для воздушных целей. И в принципе я ею доволен. Ну а что же с подвесами? С подвесами все хорошо. Есть как бомбы, так и ракеты. Управляемые и неуправляемые. По бомбам можно взять либо 6, либо 10 500 фунтовок. Также можно подвесить 8 750 фунтовых бомбы, но либо взять 4 тысячи фунтовки. Из Нурсов присутствует только Майки Маус в количестве 76 штук. Также можно выбрать и ОРВП Булл Пап, но только 2 штуки. С ОРВП повезло чуть больше. Можно взять 4 АМ9И, либо также 4 АМ9И. Настало время подвести итоги. Безусловно, Супер Сейбер уступает своим более совершенным собратьям. Причем во многом уступает. Но это не значит, что у нас вообще нет шансов. Шансы есть, и они проявляются в основном в маневренном бою. Да, маневренный бой на скоростях от 550 до 850 км в час примерно это то, что нам нужно. Тут мы себя чувствуем замечательно и можем показывать класс. Печали другое. Выросла роль союзников, роль команды. И если идет маневренный бой, ну, примерно в равных количествах, то тут шансы есть. Ну, а если ваши 2-3 истребителя гоняют где-то один вражеский, понятное дело, нагрузка ложится на вас. И тут уже вопрос, сдюжите вы или нет. На этом обзор подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился. Всем чистого неба и отличного настроения. Субтитры подогнал «Симон»!